Друзья, всем привет! Я Димас, вы на канале Кукс Брэзер Хукс. Рад всех видеть, гостей канала, подписчиков, очень доволен. Мы решили для вас сегодня приготовить такое блюдо, как бы все любят, я думаю, речную рыбу, прудовую рыбу. И тем более карпов все в магазинах видели или там речки ловили. Мы сейчас сегодня вот предоставим вам такой вот момент, вот поймали трех карпиков. Не мы, конечно, вот нам любезно предоставили друзья Толя, Алина, привет! Спасибо огромное! Души! Вот таких вот три карпика у нас и мы их сегодня запечем. Отчасти свой вариант, естественно. Что мы будем использовать для этого? Какие ингредиенты? Это в первую очередь майонез. Если кто не любит майонез, опять же возьмите сметану. Тут вариаций много, но мне как бы больше нравится майонез, потому что он более такой, чуть более жирный. Он меньше останется, больше уйдет в рыбу, он рыбу заберет. Мне кажется, даже если можно сказать, полу качественнее, чем сметана сейчас, которая производится, если она не настоящая. Это там вообще отрава, майонез вроде как бы все-таки, мне кажется, получше. Может он жирнее, но он получше точно. Также будет использоваться немножко овощей. Это лук репчатый, чеснок, имбирь и перец чили вот мы добавим. Ну, как бы вот эти яркие специи добавим совсем чуть-чуть, чтобы не уходить никуда, не в Азию, а остаться у нас, в нашем регионе. Также будет перец у нас тут разный, черный, красный, смесь разных перцев вот используется. Чуть-чуть я взял приправу для рыбы, стандартная пакетированная какая-то, ну, приятно пахнет там куча специй. Также соль будем использовать крупную и сушеный укроп, чуть-чуть добавим такие вот отечественных пряностей. Чуть-чуть будет тоже восточных у нас пряностей, чуть соевого соуса добавим. Для суши у нас тут какие-то есть специи, маринад к рыбе, нашу пушку-бомбу, остроты немножко добавим, пикантности. И немножко лимона мы добавим вот в таком концентрате. Мы, как бы, карпиков вот у нас уже они почищены все, чешую сняли, внутренности распотрошили, все промыто тут хорошо. И, как бы, если у вас есть желание, можете плавнички все отрезать. Мы сейчас этим займемся. Если нет, то если вы любите обсасывать плавнички, не занимайтесь этим. Но, как бы, это не главное. Главное то, что сделаем на рыбе немножко аккуратные надрезы. Опять же, это способ хороший, то, что вы, когда это делаете, вы прорезаете все кости, оси, которые есть в рыбе. В крупной они всегда есть. И, как бы, кости прорезаются и все вкусно получается у нас. Старайтесь, когда рыбу жарить или запекать крупную. Всегда делайте надрезы. Кто-то делает мелкие-мелкие-мелкие надрезы. Кстати, на видео каком-то я так делал уже. И при этом все избавляются от костей. Ну, где ребра, вот тут можно не делать, там костей нет. Вот где спинка в основном. Там делаете надрезы. Не стесняйтесь, прям прорезайте до хребта. Как бы, вы этим ничего не испортите рыбу точно. Вот видите, такая вот мозаика получается. Довольно симпатичная. Можете мельче сделать. И вот с остальными рыбами то же самое мы делаем. Ну, и вот так отстригаем наши плавнички. Можете этим не заниматься, но нафиг они нужны. Лишняя грязь убирается. В полуниках у них там куча всего. И у карпов шипы есть. Не очень приятные, можно уколоться. И хвост тоже отрежем. Как бы ножницами все легко срезается. Такой голышок получается. Ну, зато удобно жарить нам будет. Приступим к овощам. Добавляем чесночок. Достаточно крупными фракциями режем. И добавим немножко имбиря. На пикантности тоже. Можете почистить его. Не обязательно. Так, все это убираем. Все овощи нарезали и добавляем наши специи. Тут соль, перец. Карп-рыб такая сладковатая на вкус. Как многие говорят. Я не очень эту рыбу люблю, но больше речную. Ну, из карпов получается хорошо запеченный. Специи добавляем рыбные. Сухой укроп. Просто его разотрите. Ну, если у кого есть сухой. Если нет, добавьте свежую зелень. Ну, просто сухая немножко аромат дает свой своеобразный. И перчик разный добавим. Остренький. Сейчас без жидкости все протрем, помнем. Обязательно внутри тоже потереть. Мы дорастерли это все без жидких наших специй. Добавляем майонез. Где-то на каждую рыбу пол столовой ложки. Если мало, как бы можно всегда добавить майонез. Такая штука. Также чуть-чуть соевого. Я взял густой соевый. Ну, прям немножко. Где-то пол чайной ложки. Немножко рыбного соуса. Для рыбы, точнее, японского. Чуть-чуть пушки-бомбы. Тоже чуть-чуть это острое. И немножко лимонки добавим. Где-то тоже пол чайной ложечки. И теперь натираем с нашими жидкими специями. Как бы кто-то, если острое не любит, ну, вы не добавляйте много острого. Еще заложим внутрь туда. Пусть она так постоит. И оставим рыбу где-то минут на 10 примерно у нас постоит, настоится. Ну, все. Завернули, упаковали. Поставили 200 градусов. Выбираем наш чудо-печь. И ждем час-полтора примерно. Ну, вот у нас прошел час. Мы посмотрим, что у нас случилось с карпами. Аккуратно открывайте. Не забывайте, что внутри пар. Фольга не горячая всегда, но пар, который там внутри содержится, он горячий. Так что быть внимательны, чтобы не обмануться. Смотрите, как красиво получается. Такие вот майонезные карпа. Уже 100 пудов уже готовы. Смотрите, сколько много бульона. Все ставлю я наверх. 10 минут, и мы с вами увидимся. Ну что, друзья, вот наши карпик готовы. Запеклась наша рыба. В общей сложности у нас ушло на это где-то полтора часа. Где-то час-десять мы ее просто в фольге. Прямо до готовности довели. И минут 15-20 настояла вот. Приобрела колерок. Получилось интересно. И будем пробовать, что у нас. Как она на вкус. Очень нежная субстанция получилась. Такая рыба. Приятная. Очень приятная она. Сейчас попробуем, что получилось у нас. Рыба руками, потому что очень вкусно. Рыба всегда вкуснее. Очень нежная рыба. Прямо вот в шкурках прилипает. Очень вкусно. Сладкая. Хороший карп. Очень вкусный. Чуть островат. Да, перчик просто сел. Очень вкусная. Ребята, советую готовьте. Кто не готовил до этого карпа, готовьте сметане, готовьте майонезе, как мы. Получится у вас запечённый всегда идеальный карп. Рецепт видели. Ингредиентов мало. Если вы не хотите такое пикантное, острое добавить. Она есть чуть-чуть островатость у нас. Добавьте меньше специй острых. И всё, у вас будет идеально. Просто соль, перец. Если вы уже совсем острое не любите. Посмотрим, что у нас внутри. Смотрите, лук как пропёкся. Хрустящий. Мы добавили ещё имбиря. Не забывайте, запах имбиря присутствует. Оно очень хорошо, очень отделяется. Смотрите. Всё-всё-всё-всё нежно, всё хорошо отделяется. Рыба пропеклась. Это главное. Рыба должна всегда, и мясо всегда быть нежное. С вами был Демас, оператор Антон. Всем приятного аппетита. Видео, кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока-пока, увидимся в нашем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...